Мюр-мюр, с вами Шейди, и давайте зажжем! Наверняка вы не раз слышали выражение «Я не Фори» от художников и художниц, рисующих, как ни странно, антропомортных животных, не так ли? Даже если у них есть собственные антроперсонажи. Даже если они продают антра и фералодоптов, и создают новые виды, в основе которых лежит зоообраз. Творцы настаивают на полной автономности от темы, которую они и рисуют. И причин для этого может быть много. Хотя, говоря о Фори и не Фори художниках, заметно выделяется одна – хейт. На мой взгляд, проблемы не совсем в художниках, что внезапно решили не быть Фори, а в самой субкультуре. Да-да, я опять ругаю субкультуру. В ней слишком много проблем, из-за которых начинают гнобить самих людей, рисующих картинки с гуманоидными существами. По словам коллег, многим не нравится предчисление их к Фори, поскольку это словно ограничивает их род деятельности, задает им только одно направление. Будто ничего иного, кроме как рисование кошечек и собачек за стубачей, они не умеют. Других же отвращает трэш, что творится внутри субкультуры и даже за ее пределами. Некоторые художники даже подвергались или подвергаются травле со стороны, например, особо неравнодушных посетителей интернетика, жизненные кредо которых очень напоминает кредо любителей отменять все на свете, что им не нравится. Что, разумеется, является дичайшей степенью нездорового эгоизма, лицемерия и двуличия. С другой же стороны, даже сами Фори-ютуберы зачастую явно намекают или прямо говорят о том, что исключительно Фори направлений их более не интересует. Опять же, не хочется ограничиваться только Фори. Не хочется брать ответственность за трэш, что творится в фэндоме по вине тех или иных неадекватов. Не хочется останавливаться на достигнутом и быть экспонатом среди культов личности. И куча других возможных причин. И я прекрасно понимаю решение таких людей. Это не ситуация из рода «мы в ответе за тех, кого приручили» и не из рода узконаправленного специалиста, который интересуется и работает только по единственной специальности. Не, мир бесконечно широк, как и интерес людей. Поэтому, например, считать человека Фори контентмейкером только потому, что такого медиа от него больше в тот или иной период жизни неправильно. Куда более честно и правильно считать его интересной многогранной личностью, чем просто Фори кем-то. Некоторые же, напротив, обвиняют арт-часть комьюнити, что называют себя антро-художниками, в лицемерии. Мол, они в любом случае Фори, поскольку имеют свои форсоны, рисуют животноподобных персонажей и тем самым якобы лишь аккумулируют весь трендит, что творится в сообществе. К счастью, в большинстве своем это просто виктим-блеминг. Это все равно, что обвинять детей в том, что они сексуально привлекают педофилов и провоцируют их на злодеяние. Почему я говорю о таких коллегах, как о жертвах? Ну потому что есть предложение, а есть спрос. Есть твоя воля и интересы, а есть счета за ЖКХ, еду, новые вещи, художественные материалы, в конце концов. А, ну да, ну да, как я могла забыть. Художник должен работать бесплатно, да. И рисовать только то, что нравится хейтерам. Нет. Такова психология живых существ. Если все хорошо, нам комфортно, безопасно, мы продолжаем делать то, что делали и как именно делали. Если где-то даже Зами любит на опасность, волнение, возможность потери чего-либо, мы либо ретируемся, либо прогоняем обидчиков по возможности, либо же мы приспосабливаемся. О да, люди великие приспособленцы. И если рынок говорит, хочу рисуточки антролисиков, а ты до этого рисовал каких-нибудь анимутян с ушками и соников, то скорее всего тебе придется открыть в себе новые способности и перейти на новый уровень. Но при этом ты также спокойно можешь рисовать анимутян и соников. Порой это просто формальность. Как вам такой point of view? Ты одновременно можешь быть и фурией, и антрой, и аниме-художником, анималистом, пейсажистом, натуралистом. Хм. Артистом, штангистом, зверолюдо-культуристом. Юристом, гитаристом, делать кофе как бариста. Флористом и таксистом, или импрессионистом. Басистом, нудистом, просто перфекционистом. Тантистом, пианистом, лингвистом, атеистом, окулистом, пацифистом, программистом, скейтбордистом, солистом, экономистом, ролевиком, кавалеристом, хорошистом, аравистом, или просто пофигистом. Популистом, реалистом, лучшим в мире шахматистом, болтарнистом, колористом, коллаборационистом, капоистом, эстатистом, строкбалистом, футуристом, пингисистом, портретистом, велосипедистом. А что значит быть художником? Для меня это прежде всего означает творец, человек или что угодно, высокоинтеллектуальное существо, способное создать что-то новое, что-то привлекающее внимание, прекрасное, необычное, нестандартное и уникальное, вдохновляющее или заставляющее задуматься, прочувствовать мысли, посыл создателя. А уже насколько хорошо он это делает или в каком жанре, виде он пишет свои картины, это второстепенное, хоть и не менее важное. Да и вообще, как ни странно, но многие фури-художники начинали вообще с соников, и я в том числе. Можно ли нас все еще называть соник-художниками, даже если мы не рисуем их, но знания и уровень сохранились? То есть, если мы будем рисовать и фури, и соников, будете ли вы называть нас фури-артистами? А если мы помимо этого еще и аниме, реалистику рисуем? Вряд ли. Для вас мы будем просто художниками. Выходит, все дело в периодах жизни и количестве контента по фуриам, соникам, аниме и прочим фандомам. Или же в том, где именно это творчество выкладывается. Как пример, аниме на каком-нибудь ДА, фури на ФА, соники на Цессике, пейзажики и окружения на арт-станции, лошадки и волчики на... Ммм, так где угодно на самом деле. Но нет, все зависит просто от того, что именно вы видите в большей степени у художника. А точнее, что именно он сам показывает. Но это не делает его исключительно фури или не фури-антра, пони, аниме или волка художником. Это просто означает, что он либо находится на определенном этапе рисования и познания себя, либо вы просто не видите его работ в стол или на других платформах. Возьмем, к примеру, Тодоса. Тодос в... Тодос, флеш, ах... Прости, я никогда не смогу научиться нормально произносить твой никнейм и изображать верблюда. Так вот, зная, что в большинстве своем его галереи наполнены именно антро-работами, но он прекрасно справляется и с людьми, и с... сониками. Ну, это стиль, это да, это уникальность, что поделать, да. А также, зная, что у него есть свои антроперсонажи, называете ли вы его фури-художником, глядя на его работы, или же просто художником. Вам следует понять одну вещь. Искусство – это как призма. Один раз вступив на дорожку художника, ты никогда не сможешь выдать только одно направление. Рисовать только для одного сообщества, фанартики только по одной игре или аниме, сериальчику или даже музыкальной группе. Ты волен выдавать весь спектр, рисовать любые интересные тебе вещи, переживать опыт с любых событий, тенденций, хайпа или внутренних переживаний. Ведь это и есть то, что делает нас художниками. Искусство преобразовывать, передавать чувства, эмоции, события личного и мирового характера. И называть человека фури-художником только потому, что вы видите от него больше работ с антрой или феррол-персонажами в галерее, на которую подписаны, несколько несуразно. Давайте просто попробуем для начала называть друг друга людьми искусство. Или просто художниками-артерами. Не стараясь присвоить конкретную и тем более пожизненную категорию человеку, если он сам себя не определяет ей. И наоборот, не подразумевать, что фури, антропония, дракона, аниме, арты – это навсегда. Искусство есть свобода. Это вольный ветер. Ставить рамки терминами и определять художника только по одной его галерее так же глупо и бесполезно, как и пытаться посадить ветер в клетку. Это лишь верхушка айсберга. Мы свободны, всегда были и будем, и бесконечно в своих интересах и способах самовыражения. Рамки и термины существуют лишь в голове. То, что вы видите, не определяет абсолютно весь род деятельности и направления художника. Это лишь подсказывает, в каком направлении ему удобно творить в данный период времени. Как-то так. Спасибо за просмотр. Вот тебе Зефирка за комменты лайк, а за подписку вообще пироженка. Увидимся в следующем видео. Мур-мур и хорошего дня.